Добрый день, уважаемые зрители канала газета Садовод. Сегодня мы поговорим о выращивании томатов от рассадного периода и до сбора урожая без минеральных удобрений, применяя только непосредственно вот такие замечательные удобрения производства компании Organic Mix. Конечно, хорошо, если опытные садоводы заранее побеспокоились и подготовили почву для рассады, внесли туда все необходимые элементы питания в нужных количествах и в нужных пропорциях. Тогда рассаде подкормка возможно понадобится за 1-2 недели до высадки ее на постоянное место, когда корневая система заполнит весь объем посадочной тары и выберет оттуда все питание. Но если почва неподготовленная, то подкормки придется начать раньше. Для выращивания томатов необходимы все макро- и микроэлементы, которые потребляет растение. Но каждый из элементов питания наиболее полезен в определенные периоды вегетации. Процесс прорастания семян проходит за счет энергии и питательных элементов, заложенных в самом семечке. На этом этапе ростку не требуется дополнительного питания. Но в первую очередь из семечка прорастает корешок, который углубляется в почву для того, чтобы развиваться и выносить элементы из почвы для питания уже всего растения. На начальном этапе развития томата из основных элементов необходимо фосфорно-калийное питание при умеренном азотном питании, так как азот, особенно при недостатке освещения, способствует вытягиванию рассады. А также необходимы и другие макро- и микроэлементы, но в умеренном количестве. Таким удобрением, которое содержит все необходимые для рассады томатов элементы и в нужных пропорциях является эликсир номер один для рассады, разработанный в лаборатории компании Organic Mix, специально для выращивания рассады в домашних условиях. В составе этого удобрения натуральные растительные экстракты глубокой ферментации, в легко усваиваемой форме. Соотношение элементов азот-фосфор-калий 2-3-3. Азот в данном удобрении находится в органической форме и обладает пролонгированным действием. Растение забирает его в необходимом количестве, поэтому азот не способствует вытягиванию рассады, не допускает эффект жирования. При этом листья получают все необходимое питание. Молодое растение гармонично развивается за счет повышенного содержания фосфора, магния, железа, калия, наличия фульвовых и гуминовых кислот, витаминов, аминокислот. Подкармливать рассаду удобрением Эликсир-1 для рассады рекомендуется каждые 7-10 дней и желательно подкормить растения через 2 недели после высадки рассады на постоянное место. Расход удобрения минимален. Одного колпачка 5 мл хватает на 2 литра воды или пол колпачка на 1 литр воды. Непосредственно перед высадкой рассады на постоянное место. В посадочные лунки необходимо внести 20 г органик микс, удобрение для пересадки и рассады. В его состав входит несколько природных ингредиентов, действие которых направлено на быстрое восстановление корневой системы. Соотношение азот-фосфор-калий в этом удобрении 1,5-1, что говорит о большом содержании фосфора. А фосфор в первую очередь необходим для восстановления корневой системы. После высадки растений в теплицу и восстановления корневой системы, по мере разрастания листьев усиливается поглощение азота и, соответственно, потребность в нем. В этот период необходимы подкормки удобрением органик микс эликсир номер один для томатов. Его действие распространяется также на микробиологическую активность почвы. Азот – самый сложный элемент в питании томатов. При его недостатке листья становятся бледными, растение задерживается в развитии и росте, а при избытке растение жирует, стебли становятся толстыми, листья приобретают темно-зеленый цвет. Но вот только с завязыванием плодов растение не торопится. Как недостаток, так и избыток азота ведет к потере урожая. В удобрениях органик микс азот находится в органической форме, в отличие от минеральных удобрений обладает пролонгированным действием. Растение выбирает азот в необходимых ему количествах. Препарат можно применять при корневых и в некорневых подкормках один раз в 2-3 недели и практически до финальной части вегетации. Но в период плодоношения я рекомендую применять органик микс эликсир номер один универсальный, в состав которого входит и фосфор. Соотношение азот-фосфор калия в этом препарате 3,2,6. Растения, получающие эликсир номер один, имеют лучше сформированные плоды и более высокую урожайность, как в количественном, так и в качественном выражении. Для взрывного эффекта производители рекомендуют совмещать этот препарат с применением гранулированного органик микс универсального удобрения один раз в сезон. А я хочу вам еще раз напомнить, что все удобрения производства компании органик микс являются органическими удобрениями. Они изготовлены на основе натуральных растительных компонентов, легко усваиваются растениями, позволяют получить богатый и экологически чистый урожай, чего я вам и желаю. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Заходите на наш сайт газетасадовод.ру, подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами, удачи вам и всего самого доброго!